Мы на детей забираем по крошкам, собираем на лечение, собираем на это. А вот вы тут как-то затеяли, откуда? Да люди почему все? И в городах выбросили этих собак, потому что люди пенсию получают, 18-20 тысяч. Как на нее прожить? Они сами хуже, чем наши собаки живут. Примерно на таких тонах общались депутаты АКЗС во время дискуссий о законопроекте по обращению с животными. Самым обсуждаемым пунктом стала эвтаназия беспризорных хвостатых. Среди причин для процедуры – немотивированная агрессия и неизлечимая болезнь. На некоторое время парламент превратился в поле боя между социалистами и коммунистами. Вот сегодня вы поубиваете всех, которые у нас бездомные животные, а пройдет осенне-летний период, и садоводы выкинут еще больше, потому что они ими попользуются, пока они поохраняют их дачи, а потом они их выкинут осенью, и мы получим то же самое. Законопроект проходит первое чтение и идет дальше на доработку. Пунктов в нем немало. Среди них есть и неоспоримо полезные. Например, обязательное чипирование за счет хозяев и регистрация домашних животных. Что касается эвтаназии, ее вряд ли уберут, даже несмотря на протесты зоозащитников. На стороне противников бродячих четвероногих – поддержка муниципалитетов и статистика. Если в 2021 году обратилось людей с покусами, 1941 человек, то уже за 2023 год обратилось 2345 человек. То есть мы видим рост. Между первым и вторым перерыв был небольшим. Речь о чтениях комплексного законопроекта касательно продажи алкоголя в Алтайском крае. С 1 сентября спиртное во всех торговых точках региона будут продавать до 10 вечера. После этого времени купить крепкие напитки можно будет лишь в кафе и ресторанах. По словам законодателей, это поможет снизить число контрафакта и увеличить поступление в бюджет края. Так вот слили наливайки, которым теперь придется становиться магазинами и терять либо покупателей, либо прибыль из-за акцизов. Изначально предлагалось 23 часа. И все склонялись к этой цифре. Но когда мы посмотрели практики других субъектов, когда вот прошло большое совещание в Государственной Думе с подключением всех субъектов, то все-таки еще раз был сделан акцент на закон о тишине. Закон о тишине у нас начинает работать с 22 часов в Алтайском крае. Счастливые часов не наблюдают, но к депутатам такое изречение вряд ли подходит, поскольку споры по поводу времени продажи были горячими. Или скорее горячительными. Кто-то крепко настаивал оставить ситуацию как есть и торговать до 9 вечера. Другие же предлагали продление до 23.00, за что получили высказывания от коллег. Я считаю, что здесь в этом законе уши лоббистов торчат, откровенный лоббизм тех компаний, которым выгодно, чтобы продлилось на час. После спорного алкоголя депутаты обратились к медикам. Точнее, написали обращение в правительство Российской Федерации по поводу увеличения социальных выплат работникам неотложной помощи. Врачам предлагают поднять их до 50 тысяч рублей, фельдшерам – до 30, водителям выдавать по 15. Таким образом, планируется уравнять льготы работников скорых с простыми сотрудниками медучреждений. Но скоро ли для скорых такое решение примут, остается загадкой. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.